Ладно, лежать, Жек. Лежать, Милка. Давай кого-нибудь другого отпустим. Давай Сэма отпустим. Ну давай, ладно, Жессика, гуляй. Жессика, гуляй. Нет. Не надо это делать. Нет. Лежать, Милка. Сэм, нет, лежать! Сэм, б***ь! Мне не догнать его. Зб***ь корень, Сэм. Да он ещё тебе и не догонит. Лежать быстро! Видишь, он сам вернулся. Скотина. Сегодня мы разберём вопросики и поговорим о правильной, соответственно, правильной постановке, так скажем, основных команд и о моменте выдержки, о том, как правильно отрабатывать основные команды и вообще для чего они нужны. Пока мы будем говорить, собачки будут сидеть. Вот. Для чего нужны вообще основные команды? Ну, кроме, помимо, соответственно, самые их основные функции, да, для того, что там собака сидеть, собака сидит. То есть, помимо этого, они нужны ещё для именно создания положительного взаимодействия с человеком. Потому что мы с вами, не как многие там работают, смел, милка сидеть, не как многие работают только на положительном подкреплении, мы с вами также всё это балансируем и работаем ещё и на отрицательном подкреплении. И отрицательного подкрепления тоже бывает довольно много, особенно на первых порах воспитания. Потому что на первых порах воспитания часто собаку даже похвалить не за что. В основном она грызёт, сыт, портит, и вам её приходится что делать? Правильно ругать. И чтобы переплюнуть баланс положительного подкрепления больше, то есть, чтобы стало, его определённо всё равно должно быть больше, там, 60 на 40, чтобы собака вас, ну, попросту не пугалась, да, потому что, если вы будете её постоянно-постоянно ругать, она будет пугливой, это сформирует страхи. Да, она будет слушаться, но будет бояться. Вам нужно это всё взаимодействовать. Дай в руку, Джек. Да он... Ты иди... Хватит драйк ему. Руёт. Дай в руку, Джек, носок будет. Неси. Он его закопал. Джек, где носок? Он должен быть со своим делом. Ну, твою мать. Квал... Джек, где носок? Носок дай. Я прям вычет. Дай в руку носок, дай. Он расстрелил. Он расстрелил его трепли. Он дырявый теперь. Да ты чё? Как же мой носочек? Я расстрелил. Дим, ну так не делай, сообщай. Курлык тебе, на очко. Простите. Джек, ты вообще пи***ь, конечно. Блин, Дим, ну, блин, ну... Одень его на морду, пожалуйста. Да нет. Ну, одень его на носик. Джек, ты пошли. Пошли. Стой, ты куда? Ну, меня-то не налетей. Вон курлык, Джек. Как будто курлык. Что ты? Во. Нет курлык. Нет, Джек. Нет, Джек. Нет. Иди на место, Сэм. Ну, слушай, неплохо. Нет, это намордник. Как научить собаку не снимать намордник? Вот так. Блин. Джек, молодец. Здравствуйте. Витя не снимает. У тебя по-любому хочется. Я просто сказал дед, а он не снимает. А как он на место с ним пойдет теперь? Джек, иди на место. Нет. Иди на место. Нет. Нет. Да нет, блядь. Нет. Иди на место. Нет. Нет, Джек. Лежать. Нет. Нет, Джек. Лежать. Нет. Нет. Лежать. Отстань. У меня второй есть. Нет, Джек, не снимай. Он так аккуратно его хочет. Нет. 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 Да блядь. Все, Ватур, даем. Все, он тебя атакует. Согласны нашим займам всем. Кого ты должен? Черного. Нет. Мы не получали отчетных местных из черного займа. А Таня сделай. Ой, вот тебе смотри-ка ты. Опа. У меня взял же талию. Да. Петушочки. Я это могу не слышать. А с носком это очень даже сексуально смотрится. Эй, это не по правилу. Смотри-ка, ты реально танец петушков. Какая жизнь. Все, уходи. Все, не петушок теперь, да? Смотри, они как носка боятся. Все, Сэм, сейчас тебе чехол тоже оденут. Смотри, смотри, смотри. Ты что, издеваешься сейчас, да? При отработке определенных основных команд все это делается на интересе и на вкусняшке, и на взаимодействии. То есть, так скажем, положительный момент воспитания, да? Самое важное, что в отработке основных команд. Во-первых, каждая команда должна заканчиваться либо командой гуляй, либо командой другой команды. Ну, к примеру, да, например, я говорю, Джек ко мне, он подошел, не топчи, он подошел, и все. Мне не надо кудахтать, там, жди, 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 жди. Как люди изучают бесполезную команду, жди, 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 чтобы он сидел и ждать, а ты как дебил, жди, жди, жди. Это вообще бесполезная команда. То есть, команда жди не нужна. Вот я сказал ко мне, он подошел, это означает, что он подошел и сидит, да? Лежать. То есть, я сказал команду лежать, это не значит, что... Это и есть, что он лег и ждет, соответственно, да? Мне не нужно повторять жди. То есть, отрабатывается. Если я захочу его отпустить, я скажу ему там, Жек, гуляй, грубо говоря, да? И он побежит, пока не буду отпускать. Мы своим собачкам обновляем шлейки. Я вам покажу. У нас есть, видите, заказ шлейки для вейтпулинга. То есть, хопа, все продуктивно, прогрессивно. Нажимаете. Отгрузка товара в течение 10 рабочих дней зависит от... Потому что они шьются под заказ, да? И видите, есть момент, как измерить питомца. То есть, есть 5 размеров, 6 размеров. И вот вы их здесь заполняете, да? Как измерить питомца? То есть, и здесь вот есть у нас инструкция, получается. Первый размер это AB. То есть, мы меряем от середины холки до середины груди обхват. Давай, я померяю Сэма. Но мы Сэму не будем, потому что он связку порвал. Мы его не таскаем. Но я замеряю Сэму, потому что, ну, кита она плюс-минус будет. Она будет крупнее, конечно, но плюс-минус, да? И поэтому мы померяем от середины груди до середины холки 35. 35, значит, первый размер вводим. Смотрите, как удобно автоматизировано. Никому писать не надо, ничего там ждать. 35. Всё, второй размер идёт у нас. BC. Размер от киля до задней стороны передних лап. BC. Это где у нас? BC от киля до задней стороны передних лап. Ну-ка, Сэм, давай болеть. Стоять. Идиот. Так. От киля до задних стороны передних лап. Вот так примерно, да? Я думаю. Задняя сторона передних лап. И вот пойдёт. 22. Тише, руй на место. Петушок. Это мы на кита, а ну, потому что нужно с ними шевелиться. Они у нас засиделись, сами они гулять не любят. Ну, то есть, самовыгул кажется, да, прикольно собаке самой выйти побегать. На деле, знаете, что они делают? Выходят и так сидят. И потом просто, ну, ну, типа, нужно их всё равно в форме поддерживать, правильно? Да. Размер три. От лопаток до конца последнего ребра. Я думаю, мы знаешь, что сделаем? Сейчас, короче, так как у нас раньше человек водил, я думаю, мы сейчас начнём сами. Я думаю, потом всё равно найдём человека, наверное, на эту должность. Надо будет нанять сотрудника, который будет заниматься именно вейтпулингом с псями и просто их развлекухами. То есть, вот, размер от лопаток, вот, третий. АЕ. Блин, проебал. Где это? Вот. АЕ. От лопаток до куда? До последнего ребра. То есть, сверху от хомки, грубо говоря, до последнего ребра. Давай, вставай. Ходячий, стоять, Сэм. Где твои лопатки? Сальник. Фу, у меня писк изляпал. Не видно, как ты меряешь, Дим. Поверни хотя бы или с другой стороны меряешь. Иди сюда, обойди. Я просто так хорошо прихватился. Вижу. 41. Эздуй на место. На место. Третий размер идет 41. Четвертый размер. Размер от холки до основания хвоста. АД. Ну, вот просто по спине. Сэм пошли. Стой. Стоять, Сэм, а не валиться на пол. Фу, опять мне своей пиской измазал. Меня только не пачкай. Диву можем или нет. Блять. Фу, ты противный сам какой-то, а. Так. Давай. 58. Так, это потом. Четвертый размер у нас идет 58. Пятый размер объем шеи по ошейнику измеряется по окружности в том месте, где собака обычно носит ошейник. Ну вот. Вот, смотри, он в ошейнике. Пятый размер ошей, да. Здесь примерно поменим, чтоб тебя не снимать лишнее. Парам. 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 Нет. Вообще пошире здесь. Да, пошире, потому что он там где. Я шейник. Да я вот тут делаю, да. Оп. Оп. Ну плюс-минус сантиметров. Как бы с ним это страшно. 57. Так, смотрим. Пятый размер 57. Посмотрите, как подросли у нас малыши. Мама у нас беляшка. Вот лежит, растягивается. Да, беляшка? Беляшка, беляшка. Да, храпит. И вот такие у нас уже кабачки. Откормили. Вон, видно какие тут толстенькие. Фах, фах, фах. Фах, фах, фах. Пирожки у нас вот такие. На пекла, да? Беляшка, а что там припусила губы? Уже видно какие они широкие. Фах, фах. это парень остальные все девчонки вот вас 3 мраморных 2 лиловых вот эти две и вот это шоколадный мамы и вот эти трое у нас шоколад двое шоколадные девочка мальчик и это ножки торчат лиловые девочки дисплазии страдают далеко не только американские булли овчарки часто страдают дисплазии многие просто говорят вот булли из того что тяжелые там они больные но на самом деле нет овчарки чем по вашему сильно тяжелые или какие-то дофига мышечные у них нет у них обычное гармоничное собачье телосложение но у них очень часто также бывает дисплазия тазобедренных суставов то есть да и здесь просто больше наследственная тематика родители если соответственно эта тема и страдать людьми вот родители если этой темой страдают то и пишет скорее всего будут тут еще какой момент у булли вообще у всех булли практически есть степень дисплазии то есть там минимальная них несколько несколько нет несколько степелей они буквами отличаются да у всех булли есть минимальная степень дисплазии практически у всех минимальная считается о если минимальная степень дисплазии то есть за счет того что как это работает за счет того что мышечные булли мышечные как раз мышцы вокруг суставных сумок вокруг вокруг суставов они держат то есть грубо говоря как не сформированная суставная сумка она мышцы фиксируют и короче так скажем и сустав все равно работает более-менее гармонично да за счет того что мышечный корсет вокруг сустава удерживает суставную головку короче да а если фишка в том вот например если собака это я рассказываю про мышечных булли у них может быть принципе вообще какие большая большая степень дисплазии но при этом он всю жизнь проживет и не будет хромать да только потому что у него хорошая хорошая мышечная масса да вот а есть булли так скажем но то вот аля назовем это классики да ну просто дистрофичные худые так скажем не мышечные и даже хотя они по сути легче и казалось бы что многие думают что они меньше там страдают какими-то дисплазийными нарушениями ну нет если у такого булли есть наследственная спорта есть у родителей например да суставами проблему у него появляются проблемы за счет того что у него нету вот этой крепатуры мышечной быстро разваливается и она начинает собака хромать и уже там году и чуть больше у вас она может волочить ноги это также происходит у овчарок у овчарок тоже распространенная болезнь да вот у овчарок распространенная болезни за счет того что у них нет таких больших мышц как у булли они с ней не могут жить то есть до определенного булли есть там допустим даже если у вас там пался ужасный заводчик да и он не не проверяет именно моменты по дисплазиям с родителями да не тестируют их то и и у вас соответственно гуля да там будут сходили ко врачу там что-то у вас там случилось вы пошли вам сказали вот что-то у вас там странно и походка или еще чего-то не спешите пугаться потому что врачи часто они сами не понимают во первых нужно идти к ортопеду сразу да если что-то вам там с походкой не нравится не просто к доктор картопеду мы переделываем сайт чего 5 размер 57 6 размер в переделом сайте знаете в чем фишка будет будет она складываться как знаете пиццу заказывает когда там колбаса она появляется понимаете у вас будет шлейка так появляться сейчас вот переделываем будет интересная очень модель вот объем груди измеряется по окружности за передними лапами размер 6 у г по окружности а какого хера тогда угой здесь написано как измерять до по окружности за передними а но это просто вот так да надо об этом сказать можно я понимаю что мне все понятно по окружности за передними лапами стоять просто вот так по кругу берешь за передними лапами прям под мышкой и ля-ля-ля и вот так вот видите 81 я с запасом на сантиметр кину 81 дальше что мы делаем выбираем материал велюр или поларфлис да ёпты что так не имется то велюр или поларфлис видите чем они отличаются то есть я советую брать велюр это поинтереснее материал велюр это вот вот он велюр поларфлис такая мохнатенькая штука как объяснить то ну вот в общем можете погуглить да разборная неразборная чем отличается разборная это зад отстегивается удобнее стирать неразборная не отстегивается советую брать разборную вот и дополнительные характеристики цвет нити для прошивки можете любой указывает какой вам надо например пускай будет красный да также вы можете поправить с вами потом сразу связывается швея по оформлению вы можете попросить соответственно как это называется попросить набить логотип или прочее то есть или какую-то надпись заказать вы заказываете она добавляется в картину нажимаете оформить заказ вот и здесь вот далее 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 просто регион доставки выбираете оплачивать все в течение 10 дней ну с вами вообще сразу связывается швея буквально на днях да и уже подтверждает все уточняет там вдруг какого материала нет или есть да и вы уже с ней договариваетесь вот очень удобная практичная вещь вейтпулинг нужен как раз для развития мышечной массы и для тех кто считает что щенок у него худой да конечно большинство это закладывается генетикой но все равно дополнительная нагрузка может добавить мышечной массы процентов 20 точно поэтому вот сейчас мы начинаем их водить и я буду сейчас заказывать у вас нет света мы кормим собачек купили генератор сегодня у него место другой день там уже минуту пошло весит лежать так джек я же вижу все что у вас тут входит здесь часто натуральный прием как вы знаете здесь у нас лосятина перепелиные яйца масло сливочное так ты там не дал кому-то там мелкие мелкие плюши здоровый плюш такой пойдет на весь сеть вкусно да и в сумму не можно на олимпию накачать 4 из мяса жирец и немножко ты чё врачок и конфу димка всем можно более вот вот этот но фоне можно здесь это можно милка можно и дано можно сюда можно джек можно плюши можно можно плюши а корме мы смешано многие не рекомендует и никого никаких проблем никогда не возникает то есть у нас иногда и корм иногда соответственно еда но вот и ты просто задержи миску в панели застали он же помогать это масло собственно любая команда кончается у нас чем кончается команды гуляй либо другой командой вот никакой команды жди не надо и все команды практикуйте во первых параллельно с общим воспитанием потому что выдержка допустим у вас появится на вкусняхи кончаются вы выдержка у вас появится уже после отработки того же места потому что место это и есть та самая то самая колоссальная выдержка который учат собаку фиксироваться да на одном месте и не выходит грубо говоря да то есть и после отработки место уже параллельно с этим вы отрабатываете основные команду с выдержкой. Как это делается? Например, с той же команды сидеть. Сэм, ко мне. Ко мне, Сэм. Кто там ходит? А, Данил? Сидеть. Вот. Как отрабатывается команда с выдержкой. То есть вы дали собаке команду сидеть. Как обучать команде сидеть? По-моему, тоже есть. Лежать. Это все максимально просто. Здесь просто даже на этапе вот просто у вас собака стоит, вы немножко на нее напятились, руку подняли, она уже села. Все. Сразу подкрепляете, говорите сидеть, слово закрепляется. Это максимально просто. То есть этому даже время уделять не стоит. Вот. Вы, соответственно, посадили и как отрабатывается выдержка? Вы сказали сидеть. Во-первых, самое важное, вы не сразу даете вкусняшку собаке. Потому что многие, то есть, посадили и все, сразу сунули и собака тут же вскакивает. Первое время практически сразу, да, но немного погодя. Вот она села там 2-3 секунды, вы даете вкусняшку и после этого не даете собаке скакивать. Если она тут же вскакивает, вы берете и механически ее поправляете. Механически уже не дублируя команду сидеть, просто на жопу надавливаете. С небольшим можно дискомфортиком, если это раз за разом происходит, да. Вот. И контролируете ее. Она сидит, да, посидела еще, еще раз хвалите, говорите сидеть. Молодец. Там, да. Еще раз хвалите. Всем здравствуйте. У нас состоялась наконец-то прогулка. Вот оттаял наш выгульник. Такой небольшой, на котором мы оставляем погулять. Идят снег. Вот помогает. Все съели, вот чуть-чуть осталось краешком. Сейчас доедят и переносим их в другое место. Да, молодцы, молодцы, молодцы. Водки толстые. Весне помогают. Весне идят снег. Вот все это на снегу. Такие формы. Что думаете, кормим их? В общем, показываем наших свободных ребят. Да? Швы сняли с ушек. Сняли. Вот уже такие ушки. Ну, немножечко еще есть полячки. В общем, девчонка вот эта свободна у нас. Посмотрите, какая классная. Такая классная, да? Прикусножницы. Спинка толстая. Широкая. Да? Ну-ка, иди. Это она, паренек, паренек. Вон какой, какой кабан. Опа. О, такой классный парень. И не все с ножницами. У папы и мамы зубы в ножницах, у детей в ножницах. Вот, пока руки, зубки классные. Ну, все может, конечно, измениться, когда подрастет. Ну, пока очень красивые зубки. Кому такого сладуна? Классного. Родители и стоимость вы можете посмотреть на сайте. alphabulls.com Так, и кого я еще не показала? Полосочку. Вот девочка у нас с полосочкой. Самая маленькая, наверное, она ростиком. Вот. И у нее что-то есть больше от мамы були. Остальные как бы микс такие. Мама, папа. А она больше все-таки мамочка. Вот такая сладкая девчонка. Общительная, веселая. Вон они все. В общем, снег едят. Не могут остановиться, да? Вот у них игрушки лежат. А они идет снег. Ну-ка. Идемте играть. Давайте, давайте, давайте. Вот такие ребята веселые. Кому таких ребят? Они уже могут переехать. И через несколько дней, три месяца ставим прививку. Ставим прививку. И отправляем. Опа. Вот такие мальчики. Девочка, девочка, мальчик. Пишите, звоните. Вылетят на экране телефоны, контакты, родители. В общем, все, что надо, все вылетит. Опа. Давай переместим их, а то они, наверное, устали уже сидеть. Милка ко мне. Я ее тоже положу. Вот. Вся изволялась. Вот при таком вытягивании лежать, да? Собака может не ложиться, а, например, пятиться вперед. Идти просто. И пытаться сожрать вкусняшку. Ваша задача в этот момент, когда вы вытягиваете, вот здесь вот рукой ее, что сделать правильно? Прификсировать. То есть вы вытянули. Сэм, лежать. Ну, быстрее. Вы вытянули и рукой зафиксировали. Но в чем здесь могут возникнуть загвоздки? В том, что эта команда статусная. И когда вы начнете ее фиксировать рукой, многие скажут, что это неправильно, потому что это, ну, то есть, именно скажут, что все должно быть только на положительном подкреплении, должна сама сообразить. До хрена с два какой-нибудь упертый бульдог у вас первого раза сам сообразит. И со второго, и с третьего, что ему нужно лечь. Он так и будет у вас двигаться, и ни хрена не получится. Вы фиксируете рукой, да, и собака, нет, Джессика, сидеть не было, команда. И собака, соответственно, у вас начинает что делать? Сопротивляться. Потому что вы уже подходите, в принципе, близко. Это как уже кусочек ритуала доминирования. Начинает сопротивляться, ничего не делаете. Просто вторую кладете, фиксируете двумя руками, держите до тех пор, пока не успокоится. Соответственно, успокоилась, продолжаете обучение, да. Вот. Начинается прикладываться сама, а уже хвалите. Димка делает кура-гриль. Куда-куда. Димка делает кура-гриль. Куда-куда. С командой стоять тоже, в принципе, все просто. А. Давай, Джессика, ко мне. С командой стоять тоже все просто. Ее можете выполнять. И сидеть, излежать, без разницы, да? То есть лежать. А излежать, например, вы берете и просто под диагональ... Ты че за говно? Лежать! Че началось-то, Сэм? Сидеть, Плюша? Он просто хочет. Да, из команды лежать, вы, соответственно, про... Лежать, Джессика. Вы вот таким жестом вытягиваете под диагональ вкусняшкой кверху, да? Чик, стоять. Если собака не встает, вы просто ногой чуть-чуть помогаете. Не, не так. Просто ногой чуть подняли, да? Немного... Немного руку вытянули, соответственно, да? И вот такое положение получается. Здесь придерживаете и хвалите, хвалите, хвалите. Если двигается, немножко фиксировать можете. То есть надо ухитриться, да? Лежать, Джессика. Вот. И все, хвалите, закрепляйте. И то же самое с выдержкой, да? Потом говорите стоять и, например, да, стоять, Джессика. Все, и то же самое... Стоять. То же самое с выдержкой. Если нарушает, поправляете, поправляете, поправляете. Сидеть. Сидеть! Лежать. Как вкусно чавкают, а? Как вкусно чавкают. У кого-то уже молоко вытекает. Ты что там потеряла? Зад твоя. Вот тут видно отличие цвета. Шоколад? Лилак? Плечи какие у парня. Он уже фактурный. Сейчас трог. Так напрягся, как качок уже. Такие уже борзые, мать, ловят. Выкладывают ее на бочок. И дудонят. Пластики. Мама у нас старательные. Всех облизывает качественно. Фу, надо ждут. Облизанные цветом отличаются. Нализанные все. Частенько у нас. Что вы скажете, Беляшик? Повернись. Беляш, ну посмотри на меня. Не хочешь? Лежит, отдыхает. Включаем весь уплат Лизи. Она мне надоела. С всеми Лизами. Бесконечными. Ее на руках противно держать. Обстанавливает. В случае смерти сына? Нет. Судя по всему, он был слаб. Ага, ага. Нет. Она все равно делает. Бесполезно у нее и поздравления. Тыкать бесполезно. Она такая, типа, темпераментная вонючка. У нее это возбуждение в бесконтрольный Лизь. В бесконтрольный Лизь выходит. Я уж не знаю, что делать. И так прищемляли, и тыкали, и этот, и херос два. Вот ее отпустите, начнешь ее погладить, она начнет... Нет. Поспокойней, поспокойней. Себе Лизь можно. Но хочет тебе и... Да, она... Пизды, пизды. Я залезу тебе, дорогой Сенгейль. Ваша казна пуста. Из-за расточительности вашего покойного мужа. Да, пузяк. Наши богатейшие союзники Тиролай вернулись против вас. Со всех сторон враги, что хотят отнять вашу жизнь. Здесь какой-то могут быть маленький опрос. Мы не делаем ставок. Вот этот? Нет. Мы откладываем деньги предприятия, которые обещают успех. Вежливое название для ставок. Война уже началась, я пролила первую кровь. Обезглавила дарнийскую змею. Моя армада царит на Омском море. Армада Эурон Грейджой царит на Омском море. Эурон Грейджой верен мне. Пока что. У Дейнерис Таргариен есть три взрослых дракона. Насколько хороши деревянные корабли против огнедышащих драконов? Ее драконы не так неуязвимы, как считается. Но поговорим о девчонке Таргариен. Вы хотите... Как стаялись по-друге? Кажется, Железный банк вкладывал значительные суммы в работорговлю. Ну, уже лучше. Как дела теперь, когда Дейнерис освободил норовов? Сейчас работорговля пришла в упадок, это правда. Насколько я знаю, она скорее рушит старые порядки... Дёсика, ты и найден? По вашему опыту, как банкиры выживаются с радушителем? Ланнистеры должны Железному банку много денег, но Ланнистер всегда платит долги. А бывшие рабы? Или детракийцы, или драконы? Сейчас пойдет тебя, Лидия. Нет, мне не надо. Я знаю тебя. Я такая, типа, да нет, у них меня никакая. Я полежу немножко с края. Я полежу там. Смотри, да? Мерзкий зубчик. Тут нельзя лезать, пошла там лезать. Да. Нет. Лезать нет. Си-и-и, пошли. Можно шликова лезать? И-и-и, все пошли. Нет. С вами это сложно. Не надо менять. Нет. Сэм, где Дима? Где Дима? Да я не Димой. Сэм, где Дима? Все, идите все на место. Вы уже заели. Иди на место, Гесико. Иди на место, Гесико. Сэм, где Дима-то? Сэм, где Дима-то, ебаный мать. Я так-то умею. А это что? Я никто не звал, Джек. Иди на место. Иди на место, Джек. Сэм, а ты не на место пройти не хочешь, Сэм? Джек, место лежать, делать. Реминка отжал. Ну как же, мало. А Жоков встал, место потерял. Как мне убедить тех, кто не знает меня? Что враг, в которого они не верят, идет их всех убить. Хорошая она. Плюша важный, да. Плюша, ко мне. Ну я бы тоже с ними не лежал. Они так себе ребят. Вот. Собственно, по основам я все рассказал. Лежать, Плюша. По основам я все вроде рассказал. Балансируйте, взаимодействуйте. То есть вы начинаете учить общий курс. Вот вы смотрите курс, как встретить щенка. Все оттуда повторяете. Вот прежде чем даже задать какой-то вопрос, у вас все вопросы сами отпадут, да, когда вы будете изучать этот курс. Все вот это изучайте и вместе с этим отрабатывайте основные команды с выдержкой, да. Лежать с Сэм? Нет. Учтите, кстати, сколько времени сейчас у нас уже. Ну вот мы разговариваем. Сколько? 10 минут и смотрите, на протяжении выдержки у собак, да. Никакого места, ничего. На протяжении 10 минут практически никто ни разу... Ни разу... Да, а здесь... Да что ты делаешь, а? Лежать. Ты что здесь устроил такое? Лежбище морских котиков. Да, вот, собственно, а все это благодаря, хотя вроде бы казалось в далекой команде место, да, вроде это не основа, но по сути выдержка формируется оттуда, потому что большую часть времени выдержки у них они проводят на месте, да. И в изучение места у вас очень легко потом пойдет все остальное. Вот. Вы сможете положить там или посадить собаку в любых условиях, а потом просто добавлять раздражители. Можете там бегать, прыгать, неважно, там, перешагивать, там, кидать еду или еще что-то, да, но они при этом лежат, Сэм, и они при этом не должны ничего нарушать, да, Сэм? Ты дурак, что ли? Вот. Джек, как прилежник такой лапки, но она там пошла. Топчи ее, топчи. Добавлять выдержку, можете пускать сюда котов или, например, по очереди отпускать кого-то гулять, при этом фиксировать. Я просто сейчас двигаться быстро не могу, то я придется, потому что мне надо будет подхватить. Ну, кого отпустить? Давай, Джек. Джек, гуляй. Сэм, лежать. То есть, да, отпустили одного, остальные при этом лежат. Лежать, Милка. Там провоцирует ее, да? Давай, играй, типа, ты что, блядь, лежишь? Да. Трио. Лапку сверху положил, это мальчик. Такой сразу показывает, кто в доме хозяин. Вот три наших колобочка. Вот эта девочка. Вот эта вот, 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 девочка. Это девочка? Вот эта девочка с полосочкой, да? Это кто подскакал? Это еще одна девочка подскакала сюда. И вот там парень. Он чуть-чуть цветом, кстати, отличается. Такой потеплее оттеночек у него. Вот у него, вот, вот он. Это мальчик. Во, какие игры у нас. Да? Убийцы-змеи. Ну, в общем, они так-то вообще тверденькие. Тверденькие, тверденькие такие. Ну, в общем, паренек. Ребятки. Ну-ка сюда, хочу снять ваши лица. Андрюш, ты там пошуми. О, классно как стали. О, ничего-нибудь пошуми, чтобы они посмотрели. Их ничем не отличешь. Они там смотрят, как Наташа убирает. Ребята! Так, слева мальчик. И дальше две девочки. Такие баски. Мощные, ровненькие. Три-клапы-смеи смотрят. На что можно смотреть бесконечно? На огонь, воду и то, как работают другие. У нас тут все вытаивает. Скоро резину тоже положим тут им бегать. Все вытаивает. Подиум он наш вытаил. Для детских прогулок. Вот тут кое-кто поспособствовал. Оторвал все по краю. А вот мы уже угол досками оббили. Здесь тоже, походу, весь край. Выгрызли кусок. За зиму. Вот так. Сейчас надо будет все чуть-чуть починить. Дети? 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 Ну, какой красивый парень. Ты тоже красивый. Вообще. Что, тоже уже пакостей хотите? Тут вам ни к чему не подцепиться, не оторвать. Чем прикольно коврик этот? Вся вода через него ушла. Он сухой. Тут еще рядом не растаял снег. Побегали, чуть-чуть поели снега. Подзаправились. О, стоечки. Какие ровненькие. Ребятки. Ребятки. Две собаки играют, а остальные при этом лежат. Для них это сложно. Определенно. Нет, Сэм! Сэм лег быстро. Сэм, ты рыжая залупа. Иди сюда. Сэм! Сэм, ко мне быстро. Сэм! Лег обратно, лежать. Я просто бегать не могу резко. У меня травма ноги, так скажем. Лежать. А ты что сел? Ладно, лежать, Джек. Лежать, Милка. Давай кого-нибудь другого отпустим. Давай Сэма отпустим. Ну давай, ладно. Жессика, гуляй. Жессика, гуляй. Нет. Не надо это делать. Нет. Лежать, Милка. Сэм, нет, лежать. Сэм, сука. Мне не догнать его. Залупень корень, Сэм. Лежать быстро. Видишь, он сам вернулся. Скотина. Джек. У вас просто Сэм, он не этот. Да я объясню, что Сэм у нас просто ни с кем не гуляет. Да, у него активность не этот, он поэтому срывается. Он же у нас сейчас чисто на поводке, так как у него этот, нога. Травма ноги? Да, травма ноги, как у меня. Вот. Человек получит. Жессика, ко мне. Молодец, лежать. То есть и таким макаром вы уже... Так он просто убежит куда-нибудь. Ну давай. Плюша, гуляй. Да нет, не ко мне. Плюша, гуляй. Лежать. Китана, что за хит, говно, а? Что за орк? Где пультик? Лежать, Джессика. Милка, лежать. Милка. Да они, блядь, пультазы присмыкались. Лежать, блядь. Не для вас я пульт достал, а для нытика. Так, все, сейчас перейдем к ответам на вопросы, мы пойдем домой. Вот. И там доснимем ответы. Лежать. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Лежать. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин